Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Что точно не нужно украшать на свадьбе?» Готовы? Погнали! Друзья мои, прежде всего я очень рекомендую вам подписаться на мой канал, сразу же включить колокольчик, сразу же подписаться на альтернативные источники связи со мной, на мой Телеграм-канал, на мой Яндекс.Дзен, на мой Инстаграм, на мою группу ВКонтакте, чтобы нам наверняка с вами не потеряться. Итак, что же точно не нужно украшать на свадьбе? Ну, первонаперво, это машины, автобусы, трансфер и все, что относится к транспортным средствам. Ну, потому что это уже, во-первых, не современно. Любые ленточки, цветочки, бабочки и прочее на автомобиле выглядит как минимум странно. Многие уже, в принципе, отказываются от машины как от чего-то такого, чем хочется удивить. Поэтому многие, в принципе, выбирают машину как такти, например, да, чтобы просто доехать от точки А до точки Б. Поэтому машины и любой трансфер украшать не нужно. Второе, это бутылки и бокалы. Ну, я уже много раз говорила о том, что бутылки, бокалы и все вот это вот то, что раньше ставили на стол, якобы, потому что это красиво, сейчас, конечно, лучше этого не делать. Не тратьте время, не тратьте свои силы на то, чтобы приклеить очередной бантик или обмотать ленточкой эту бутылку, ну, в силу того, что действительно это выглядит некрасиво. Я могу рассказать такие истории, когда молодожены хотели суперсовременную свадьбу, а им родители или кто-то из родственников принесли на свадьбу бутылки вот такие вот несовременные, и молодожены, чтобы не обидеть своих родителей или кого-то из родственников, точно не помню никого, поставили эти бутылки на столы. И, знаете, вот все то, что делал декоратор на протяжении нескольких часов для того, чтобы воссоздать какую-то красивую, действительно элегантную, эстетичную картинку, вот просто, знаете, вот убилось в один миг, как только появились вот эти вот оформленные бутылки с бантиками, бокалы, которые там тоже перемотаны были ленточками. Поэтому бутылки, бокалы и всю эту красоту, которые раньше делали с помощью бантиков, ленточек, бабочек, цветочков и прочего, украшать не нужно. Третье, что точно не нужно украшать, это стулья. Честно говоря, я, знаете, за всю свою практику не видела ни одного красиво оформленного стула. Если вы со мной не согласны и считаете, что стулья нужно украшать, и что вы видели, может быть, какие-то красиво оформленные стулья, пришлите мне, пожалуйста, фотографию, можете прикрепить фотографию в комментарии под этим видео в моем телеграм-канале. Прикрепите, мы с вами обсудим, разберем и посмотрим, действительно ли это красиво, современно и стоит ли делать такое на свадьбе. Я могу сказать, что сколько бы я не видела вариантов стульев, красивых не видела ни одного. В основном это что-то, что выглядит уже неактуально, что-то, что уже устарело, что-то, что уже совершенно не в тренде, поэтому стулья лучше не украшать. Четвёртое, не стоит украшать комнату невесты на сборы невесты, соответственно, да? То есть все вот эти вот украшательства, которые зачастую невесте кажется, что ух ты, так будет здорово, если я там повешу что-то вот здесь вот или что-то вот там, или если здесь там будет какой-то плакат, это очень портит на самом деле комнату. И так всё выглядит эстетично, красиво, да, когда невеста в каком-то белом халатике, когда просто антураж естественный, да, это просто естественная комната, естественные там шторы, естественная там среда обитания, но как только появляются вот эти искусственные украшательства, да, которые сделаны для того, чтобы преобразить комнату, сделать её лучше, сразу же всё портится и на самом деле лучше не становится, поэтому от украшательства комнаты невесты точно нужно отказаться. Итак, пятый пункт — это семейный очаг. Девчонки, если вам очень хочется провести церемонию заживания семейного очага, лучше купите обычную свечу, никакую не оформленную, не украшенную, и такие же две свечи купите для своих родителей. Больше ничего не нужно, не портите вид этого семейного очага, пусть это обычная будет свеча без каких-либо украшательств. Шестое — это картонный сундук для денег. Ну, это уже давно в прошлом, в принципе, картонный сундук для денег — это тоже такая себе красота, да, лучше уж поговорить с декоратором, если у вас есть декоратор, либо просто купить, если вы там без декоратора вдруг, да, самостоятельно занимаетесь оформлением своего мероприятия, то просто купить какую-то шкатулку красивую, да, стеклянную, разные, разные есть красивые шкатулки, стеклянные, прозрачные. Вот лучше пойти вот в эту сторону, чем купить картонный сундук для денег с бабочками, цветочками, ленточками и всем тем, что уже давно-давно-давно ушло в прошлое. Седьмое — это свадебные приглашения. Я знаю, что некоторые невесты хотят сделать приглашение своими руками, приклеить бантики, приклеить, опять же, ленточки, да, что-то приклеить на это свадебное приглашение, чтобы его сделать каким-то индивидуальным. Но проще и более стильные современные приглашения лучше сделать на портале EventFumi, тем более сделать это можно совершенно бесплатно, зайти, выбрать приглашение, которое вам нравится, поставить свою дату свадьбы, да, поставить свои имена, и сделать можно не только приглашение, но и всё необходимое, да, то, что вам нужно, и номерки на столы, и карточки рассадочные, и меню, и программу, и всё-всё-всё. И, повторюсь, это можно сделать совершенно бесплатно. И это будет ваше индивидуальное приглашение про вас, про вашу пару, но без вот этих вот ненужных элементов, в виде ленточек, бабочек, цветочков, бантиков и всего того, что действительно приглашение может испортить и его, знаете, из современного пригласительного превратить в пригласительный несовременный. Лучше печатайте приглашение или просто отправляйте в электронном виде при помощи портала Event for Me. Очень рекомендую. Восьмое, что точно не нужно украшать на свадьбе, это запястье подружек невесты. То есть все те цветочки, которые раньше, да, вешали на запястье подружек невесты с разноцветными лентами, это тоже уже ушло в прошлое, поэтому, девчоночки, отказывайтесь от этого, не нужно это, не тратя на это, не деньги, не средства, не силы, не терпения, не нужно. Девятое, подъезды, лестничные пролеты, коридоры, дворы оформлять не нужно, не нужно. Знаете, вот если посчитать общий бюджет, сколько зачастую девчонки тратят на то, чтобы оформить какие-то совершенно ненужные вещи, то получается, что лучше уж на эти деньги взять фотографа поинтереснее, да, или ведущего поинтереснее. Поэтому отказывайтесь от этого и не тратя на это свои силы. Десятое, подушечку для колец. Подушечки для колец вообще давно уже, честно говоря, устарели, и вот эти подушечки, которые раньше были в тренде, да, которые были модные, это подушечки с бантиками разными, да, подушечки там даже с вышивкой разной. Ну, сейчас уже, конечно, не очень современно это выглядит, поэтому лучше, опять же, пойти в сторону каких-то шкатулок, да, то есть это чего-то такого более простого, чего-то, что будет хорошим, хорошее воспоминание в вашем мероприятии даже спустя много лет. То есть вы можете использовать эту шкатулку в дальнейшем, если будете покупать эту шкатулку, да, а не брать у декоратора, в дальнейшем для того, чтобы, опять же, хранить какие-то украшения со свадьбы, может быть, или просто какие-то украшения. А вот подушечка для колец, ну, скорее всего, она просто будет валяться и пылиться, в общем-то, поэтому тоже это не нужно. Одиннадцатая — это книга пожеланий. И вообще, в принципе, я считаю, что книга пожеланий не нужна на свадьбу. Если хотите спросить, почему не нужна, напишите мне в комментариях, мы с вами порассуждаем, и я объясню, почему книга пожеланий, в принципе, не нужна на свадьбе, а тем более, если она оформлена в каком-то, опять же, несовременном варианте с лентами и так далее. Потому что вы должны понимать, что, скорее всего, если вы будете заниматься этим оформлением, вы будете делать это впервые. И так как вы не профессионал, то навряд ли это получится прям как-то суперкрасиво. Могу сказать, что декораторы, те люди, которые постоянно этим занимаются, они не оформляют стулья, бутылки, машины, подушечки для колец, книги пожеланий. Они этим просто не занимаются в силу того, что они понимают, что это уже ушло немножечко в прошлое, и выглядеть это будет несовременно. Поэтому они просто от этого отказываются. Ну а вы, в свою очередь, просто прислушивайтесь и не делайте то, чего делать не нужно. И последнее, двенадцатый пункт, что точно не нужно украшать на свадьбе, это фотозону. Раньше было такое, что обязательно нужна фотозона. А как же? А где же будут фотографироваться гости? А как же так? Нужно обязательно поставить какой-то баннер или сделать что-то с лентами, или ещё что-то сделать? Сейчас могу сказать, что это также уже ушло в далёкое прошлое, потому что если посмотреть фотографии далёких времён, когда гости пытались сфотографироваться на фотозоне, но получалось так, что фотозона маленькая, гости пытаются встать все вместе, в итоге они не умещаются в эту фотозону, и какой смысл от этой фотозоны получается? Если всё равно фотозона прикрывает только какую-то часть гостей, а все остальные гости выходят за рамки этой фотозоны и стоят где-то там с другой стороны, и всё попадает в кадр. Поэтому, честно говоря, это просто бессмысленная, опять же, трата времени и денег, и лучше от этого также отказаться. Итак, мои дорогие, кто не согласен со мной, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему не согласны. Мы с вами пообщаемся, обсудим. И напишите ещё, что, по вашему мнению, ещё не нужно украшать на свадьбе. Мы также с вами обсудим. И если ваш комментарий будет прямо вот в точку, в яблочко, я обязательно возьму ваш комментарий и запишу дополнение к этому видео. Всего хорошего. Напоминаю, что я очень жду от вас пальчики вверх. Напоминаю, что очень жду от вас включённый колокольчик и подписку на мой канал. Обнимаю, дарю вам лучики тепла и пока-пока.